Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». В субботе понедельника в репортажах наших корреспондентов главные новости. Жители аула Верхняя Мара принимают активное участие в выборах депутатов Совета сельского поселения. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В связи с распространением коронавирусной инфекции многие граждане республики воспользовались без возможности проголосовать у себя дома. Выборы прошли без каких-либо нарушений. От эпохи Рюриковичей до наших дней «Россия. Моя история» – так называется новый музейно-выставочный комплекс Пятигорский. В его открытии принял участие глава Рашид Тимрезов. В Карачаево-Черкесии сохраняется запрет на проведение свадеб и других обрядов с участием более 50 человек. Межведомственная рабочая группа проверяет кафе и рестораны. Накануне в России был единый день голосования. В 83 регионах прошли выборы разного уровня. В этом году впервые голосование шло три дня, чтобы защитить избирателей от вероятности заразиться коронавирусом. 11 и 12 сентября были дополнительными днями, а 13 – основной. В Карачаево-Черкесии достаточно активно проходило голосование по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Избирательные кампании проходили по мажоритарной и смешанной системам в Карачаевске и в 47 городских и сельских поселениях. Всего 361 депутатский мандат, а зарегистрировано было 695 кандидатов. Отдать свой голос, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, пришли жители аула «Верхняя Мара». Они приняли активное участие в выборах депутатов Совета сельского поселения. О том, как прошел процесс голосования, расскажет Алихан Лепшоков. Самого раннего утра здесь, на избирательном участке, жители аула «Верхняя Мара» принимают активное участие в выборах депутатов Совета сельского поселения. Как мы видим, соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы, чтобы жители аула могли проголосовать спокойно и безопасно. Для нас выборы являются важным событием, ведь они могут повлиять на развитие нашего населенного пункта, отмечают жители аула. Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, перед тем, как зайти на избирательный участок, обязательно измеряют температуру, проводится дезинфекция рук и выдаются медицинские маски. У нас очень активно идет голосование. На данный момент проголосовало уже около 450 человек. Есть голосующие на дому более 50 человек. Все условия соблюдены. У нас санитарные условия соблюдаются. Маски, перчатки, разовые ручки голосующие. Всего представлено по два кандидата в депутаты на 10 округов аула Верхняя Мара. Избиратели уверены, что каждый из жителей обязан выразить свою гражданскую позицию, проголосовав за того или иного кандидата. Сегодня проходит выбор местного самоуправления, где мы отбираем депутатов из жителей нашего села, которые будут решать проблемы именно нашего села. Потому что у сельских жителей насущных проблем огромное количество. Это и связано с сельским хозяйством, и водоснабжением, и транспортной развязкой. Я очень доволен соблюдением вот этого порядка на сегодняшний день. То, что проводится выбор во всех поселениях, во всех муниципалитетах, на сегодняшний день это очень важно, имеет очень важное значение. И насчет нашего аула могу сказать, что я хочу начать с главы нашего поселения. Я очень доволен ее, потому что вот сами видите, какая тут организация, все предусмотрено, все как положено. В свою очередь общественные наблюдатели заверили, что за время голосования на данном избирательном участке не было выявлено ни одного нарушения, что показывает качество организации самого процесса выборов. Явка была высокая, и после полудня жители активно шли на участки, чтобы проголосовать. А тем, кто по состоянию здоровья не могут прийти на выборы, у них была возможность выполнить свой гражданский долг, не выходя из дома. Алихан Липшоков, Мухаммед Ашебоков, Веси, Карачаево, Черкесия, Карачаевский район. И в Прикубанском районе прошли выборы депутатов муниципалитетов сельского поселения. Некоторые избиратели воспользовались правом голосования на дому. С подробностями Али Баташов. Я решил проголосовать, потому что я хочу, чтобы наше село процветало. Таулан Казаков ожидал членов избирательной комиссии номер 182 у ворот собственного дома. Делегация прибыла в заранее согласованное время. Вся процедура голосования занимает считанные минуты. Бюллетень опускается в урну. Теперь остается ожидать результатов, говорит 18-летний избиратель. Второй раз голосую. Я уже знаю, как это проходит. И ты всегда вызываешь избирательную комиссию на дом? Да. В следствии заболевания, да? Нет. Первый раз я был в школе. А так вот удобно, да, когда приходят в дом? Ну, честно говоря, да. Так удобнее. Стук в дверь на пороге ожидаемой гости. Лариса Байкулова заполняет бюллетень и опускает его в передвижной ящик. С этого момента голосование на дому считается состоявшимся. Выборы проходят тихо, спокойно, празднично. Ну, когда на дом приходят, удобно или нет? Конечно, это удобно. Очень удобно. В этом году повышенные требования к санитарным мерам безопасности касались каждого участника избирательного процесса. У нас все средства защиты есть. Нам предоставили территориальная избирательная комиссия. Мы через два часа убираем помещение. Также через два часа меняем маски. Также у нас через два часа перчатки меняем. В единственной школе села Холоднородниковская 182-й избирательный участок. Измерение температуры на входе, выдача средств индивидуальной защиты – привычная и обязательная процедура для каждого. Продолжительность голосования, метки для социальной дистанции, раздельный вход и выход на участок призваны исключить риск заражения коронавирусом и обеспечить гражданам возможность проголосовать. У нас выборы идут не только сегодня, третий день. И в течение трех дней никаких жалоб не было со стороны избирателей и со стороны наблюдателей. Возможность голосования в течение трех дней позволила исключить очереди на участках, отмечают члены избирательной комиссии. Уже за первые два дня выборов свои голоса за местных депутатов отдали 242 избирателя. Али Баташев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. В период подготовки и проведения единого дня голосования сотрудники МВД в полном объеме обеспечили общественный порядок и безопасность на 11 территориальных и 93 участковых избирательных комиссиях Карачаева-Черкесии. Накануне для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано 540 сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены военнослужащие, Росгвардии, представители народных дружин, казачество и частных охранных организаций. В результате принятых мер нарушение общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков сотрудники полиции организовали безопасную транспортировку избирательных бюллетеней и документацию в территориальной избирательной комиссии. Вместе с тем полицейские, задействованные на избирательных участках, также приняли участие в голосовании. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 25-27 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. Глава Карачао-Черкеси Рашид Тимрезов по приглашению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова принял участие в открытии музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история» в Пятигорске. Экспозиция комплекса – это более тысячи единиц мультимедийной техники, которая в совершенно новом современном формате рассказывает об истории России от эпохи Рюриковичей до наших дней. Центральное место занимают события Великой Отечественной войны. Есть также и региональный компонент, отражающий события героев субъектов округа, в том числе Карачао-Черкесии. Сегодня с открытием нового комплекса создан еще один фундамент для развития и воспитания будущих поколений. Уверен, что дети и молодежь с огромным удовольствием будут сюда ездить и познавать нашу историю. «Обязательно приеду сюда на экскурсию со своими детьми», – сказал Рашид Тимрезов. Также он обратился к полпреду с просьбой не только от жителей Карачао-Черкесии, но и от лица своих коллег, чтобы такие комплексы появились в каждом субъекте. И вести из оперативного штаба на сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итак, общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 5 962 человека. Из них 4591 выздоровели. Коспитализированы 268 пациентов. Более 50 дней собираться массовые мероприятия с большим количеством людей запрещены, сообщил мэр Черкеска Алексей Баскаев. В республике сохраняется особый режим по распространению коронавирусной инфекции, который ограничивает проведение торжественных общественных мероприятий либо поминальных обрядов. Межведомственная рабочая группа, созданная мэрией Черкеска, проверила предприятия торговли и общественного питания на соблюдение всех эпидемиологических мер. Ахмат Халкевич их подробнее. Свой контроль за предприятиями торговли и общественного питания межведомственные рабочие группы, организованные мэрией республиканской столицы, ведут практически с первых дней введения особого режима. Переход к третьему этапу, снятие ограничений, большая часть жителей республики, к сожалению, приняла за победу над вирусом. Но чтобы действительно окончательно победить невидимого нашему глазу крайне коварного врага, всем нам необходимо еще чуть-чуть набраться терпения и проявить сознательность. Воздержаться от проведения массовых мероприятий, говорят участники рабочих групп. В Карачаево-Черкесии еще сохраняется запрет на проведение свадеб или других обрядов с участием более 50 человек. При входе вы, наверное, видели, что у нас дезинфектор стоит. Возле стола у меня дезинфектор, стул у меня стоит только для меня. Если какие-то гости заходят, они присаживаются вот на диване или даже на этих стульях. По банкету, банкетов, как видите, на сегодняшний день у нас нету, но дистанция между столами соблюдается. Всех, пока нас официально не закрыли, все требования мы стараемся выполнять. Объясняем людям, если у нас работает, допустим, ведущий, он в микрофон объявляет, предупреждает. При каждом выходе и заходе в ресторан дезинфицируется у нас в холле стоит женщина, которая термоментом проверяет температуру. В рабочие группы входят представители МВД, Роспотребнадзора и органов местного самоуправления. Активность своей деятельности межведомственные комиссии возобновились с началом сентября, когда статистика заболеваемости в регионе начала меняться не в лучшую сторону. Проверяют предприятия торговли и общественного питания на соблюдении санитарных и эпидемиологических требований. Все эти мероприятия проходят согласно постановлению главного санитарного врача Харачева Черкесской Республики. Наиболее частые нарушения – это отсутствие средств индивидуальной защиты. Некоторые предприятия общепита не соблюдают график проветривания. Где-то не ведется уборка с применением дезинфицирующих средств. Все это отмечается, везде будут приняты меры. В числе наиболее распространенных нарушений, помимо отсутствия дезинфекторов, средств индивидуальной защиты у самих сотрудников и разметки для обозначения социальной дистанции, замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии Аслан Дамалаев назвал еще отсутствие ультрафиолетовых облучателей и рециркуляторов для помещений, наличие которых сейчас обязательно в местах массового посечения людей. Везде по-разному. Но если незначительный, то это административный штраф. Если это значительный и представляет угрозу для жизни и здоровья людей, то материал согласовывается с прокуратурой и передается в суд для приостановления деятельности данной организации. И штрафы есть. И штрафы есть. И где-то около 15 согласований с прокуратурой для проведения внеплановых проверок. В ходе совместного рейда с представителями республиканских СМИ участники рабочей группы не выявили нарушений. На всех объектах дистанция полтора метра между столами соблюдена. Да и в самих банкетных залах лишь пустые столы и одинокие стулья. Таким был понедельник. Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас премьера фильма «Тайна Марии». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин